Ну что ж, привет всем, дорогие друзья, уважаемые подписчики. В общем, давайте начнем обсуждать. Начнем мы все-таки с более-менее приятной новости с Андрея Орловского. Ну вот, друзья. Здесь, скажем так, практически в каждом раунде он перебивал своего оппонента, показывая все-таки свой класс, то, что у него были и оппоненты высокого класса. Здесь просто парень вышел там с Беллатера, по-моему, или еще с другой какой-то организации. Опыта в UFC у него не было никакого, в принципе. И Андрей Орловский показал действительно, что вот, что значит все-таки, несмотря на ветеран, несмотря на все остальное, выступать все-таки в UFC и биться с лучшими оппонентами в свое время, да. Вот, несмотря на то, что всем лучшим Орловский проявил в первом раунде, здесь был не тот случай, друзья. И ставка второй раунд зашла, и хорошо то, что третий раунд или по очкам, несмотря на то, что это ни на кого ставка была, все равно тоже, как бы, своего рода приятно, что она зашла, да. Но здесь я особо разбирать долго не хочу, потому что действительно поединок был преимущественно за Орловским, да. Вот, больше я просто другими словами не скажешь, ахерил. Когда увидел поединок Ловера Тейшейра и Смита. Друзья, действительно, то, что я увидел, меня потрясло. Потрясло, да. Смит явный фаворит у всех, явно за счет чего он функционально был признан сильнее всеми абсолютно так же более класса, более лучший боец, более разносторонний, то есть разноплановый и, естественно, более молодой. И, друзья, ветеран Тейшейра, по нему просто проехался катком. То есть, какого хрена, какой поединок мы видели с Густавсоном, да. Да даже, блин, я просто не понимаю, что за хрень творится, друзья. Что не каждый карт, друзья, то просто апсет. И каждый апсет, скажем так, перебивает другой апсет. Тони Фергюсон, Гейджи, все изумленные, друзья. Ну, ладно, сейчас, может, найдутся умники, которые скажут, да тут просто ты лошок и ничего не соображаешь. Хорошо. Победу Тейшейра ожидали? Хорошо, друзья. Напишите мне, кто ожидал победу Тейшейры по очкам. Напомню, коэффициент был 7-8 на разных конторах. Вы представляете, коэффициент 7-8. Друзья, это просто можно тыкнуть пальцем в небо и угадать. То есть, ну, никто. Предполагали, что бой затянется. Ну, кто-то предполагал, да. Хорошо он затянулся. Изредка там из 100%, 10% даже считали, что может полную дистанцию пройти. Друзья, а кто считал то, что ветеран Тейшейра, который не славится функционалкой, который провел ужасный поединок с Крыловым и могли спокойно Никите Крылову отдавать, вот так вот возьмет и катком проедется по предтопу Смиту. Ну, что ж, друзья, давайте. Я жду и то, что именно решением заберет, да, то, что Смит вытерпит. Я не знаю, действительно, друзья, либо здесь что-то творится неладное, потому что, ну, просто вот это вот начинает настораживать, да. Фергюсон как-то непонятно себя повел в своем поединке. Ну, там ладно, там возьмем в возрасте две ужасных весогонки. Но Смиту, что Смиту мешало в первых раундах измотать Тейшейру, то есть наклацать по очкам. Смит это вполне мог быть дистанционным бойцом, да и все, просто перещелкивая Тейшейру на классе, просто перещелкивая. Зачем было с ним идти в сближение? Зачем было зарубаться с Тейшейрой на средней дистанции, на той дистанции, где Тейшейра действительно убивает своих оппонентов? Вот это вот и большой вопрос, друзья. Здесь, наверное, 90% всех ожидали досрочную победу. Я в том числе. Ну, я говорил сразу, что может преподнести сюрпризы, друзья. Ну, то, что такие сюрпризы, действительно, я просто охереваю. Когда я смотрел этот поединок, думаю, какого хрена вообще происходит в этой организации? Что не карт UFC, то апсет, друзья. Вот сейчас тоже еще один карт на UFC на носу. Друзья, я скажу честно, я за все время ставочек, что там я ставлю потихоньку. Да никогда я в таких минусах не был, к примеру, как сейчас UFC. Никогда столько промахов не было, как сейчас. Друзья, это что-то неописуемое. И я не знаю, стоит ли вообще продолжать давать прогнозы на UFC. Один заход, один не заход. Четыре захода, четыре не захода. И причем все не заходы, они тупо апсетами идут. Вот, ладно, Олейник, Вердум. Но кто-то мог предположить, что третий начнется, да? Там, вот, тоже, блин. И таких поединков хватает, друзья. Их просто туча. То есть, где кажется, что должен завершаться 90% досрочно, поединок проходит всю дистанцию. Друзья, ну тут я уже не знаю, просто понимаете, что и отвечать. В боксе, я еще раз говорю, апсет, это в разных поединках. Ну, в год мы можем увидеть, ну, апсета три таких. Реально, что вот апсеты там, где был просто нереальный фаворит, и андердох, и апсет. Но здесь, блин, друзья, такая ситуация. Фергюсон, теперь Смит и Шейр апсет. Я просто не понимаю. Вот я сейчас хочу вот с вами поговорить. Может, вы мне как-то проясните, объясните, что происходит в организации UFC. Здесь нельзя быть такое чувство уверенным ни в одной из железных ставок. Понимаете, друзья? Когда ты провел отличную аналитику, ты проанализировал бойца, они бились с одним и тем же бойцом, в данном случае это Густавстан, и происходит вот такое вот... Друзья, ну извините. Тут у меня просто каких-то логических объяснений. Я не могу дать всему происходящему. Может, у вас есть какие-то мысли по поводу этому. Вот тот же Экспресс. Ну, на идеале должен был заходить Экспресс. Блин, Смит взял, вот так вот провел поединок. Фиг пойми как, друзья. Ладно, хорошо. Поначалу Смит неплохо работал. Куда делась функционалка Смита, друзья? Или он недооценил Тейшеру, что ветеран так по нему проехался, или что произошло? Я так и не понял, куда делся прежний Смит. Его просто не было в этом поединке. Где тот Смит, который был с Густавстаном? Где он делся? Просто действительно... Я лично, друзья, я немного в шоке. Даже не из-за того, что там проиграл, там минус ушел, а, блин, реально непонятно, что сейчас происходит. Что не карт, то апсет. Что не апсет, то, естественно, минус. В общем, друзья, я думаю, что UFC это самая непредсказуемая организация, где есть доля вероятности на каждый карт, и что в каждом карте произойдет гребаный апсет. И я не перестаю этому удивляться, что ли. Действительно, ладно. Но ведь сами подумайте. Ведь на идеале все должно было у нас с вами заходить. Просто на идеале. Аналитика просто, друзья, я постарался, как никогда, я вам честно от души скажу, как никогда я постарался провести. Такий, Орловский зашел свободно. Можно даже было там по очкам еще брать, с более высоким кэфом. Но я решил не рисковать, да? Потому что хотел реально там и сам, и чтобы вы нормально в плюс вышли. Может кто-то и вышел в плюс, друзья, делитесь. Кто там чисто на Орловского стал. У меня более... Я все-таки более в СМИ-то поверил, да? Вот. Ну, действительно, друзья, это просто какая-то непредсказуемая дичь. Я не знаю. Вот еще один карт UFC. Вот сейчас надавай прогнозов, и опять минус. Ну, как-то я не знаю, друзья. В общем, ладно. Давайте отъедем сейчас от этих всех тем. Разобрались. UFC-то очень нестабильность. Здесь предсказывать тяжело, друзья. Вы понимаете, что реально кэф на то, что ты и шейра по очкам прошел 7 или 8. И вдуматься, блин, ну, как можно предсказывать такие кэфы? Ладно, Конор Макгрегор, да, когда я предсказал 60 секунд, там кэф вообще был 10. Блин, ну, я в каком-то плане был уверен в том кэфе, да? Здесь же такие поединки, где не то чтобы 50 на 50, а просто эти кэфы были бы неуместны. Здесь тоже, ну, здесь нужно просто ставить на нереальные апсеты, и тогда у тебя все будет окей. Ну, не беря некоторые поединки. В общем, друзья, ладно, давайте отойдем от темы. В общем, делитесь со мной в комментариях, что вы думаете по поводу этого всего. Очень хочу услышать ваше мнение. Теперь, что, друзья, касается практически уже сумма готова для приобретения компьютера. В общем, вот-вот, и уже все. Я думаю, что две недельки, и все. Думаю, можно будет заказывать. Там еще, конечно, придется подождать, пока придет, скажем так, детали. Все-таки собирать гораздо дешевле, нежели покупать, друзья. Поэтому кто чем может, ссылочка киви в описании, друзья. Осталось всего лишь немного добить. Я тоже очень сильно стараюсь в данной ситуации, поскольку, тоже, знаете, друзья, работы нету. До сих пор, честно, найти ее здесь сейчас просто нереально, пока не снимают эти карантины, самоизоляции. Блин, реально тут едет крыша. Я сам такой человек, что я не люблю сидеть без работы. Едет крыша чисто по-человечески. А тут еще, когда вот действительно нуждается, и там много, статистика по России сейчас 8 миллионов безработных только по официальным данным творится какая-то задница, друзья. Вот. Вогнали нас и все. Вот. Сидите без работы, самоизоляция, все, да. Еще и умудряются штрафовать за это гады. Ну, друзья, тут я свои права выучил, в следующий раз, если там штрафануть меня уже не получится. Ну, что ж, друзья, вот такие апсеты, все так-то я еще попробую, еще попробую разок, наверное, со всех сил уже просмотрю все различные варианты, сделать самую уверенную ставочку, помочь вам. Ну, а пока вот имеем, что имеем, друзья. В общем, если есть вариант сейчас не помочь, немного, кто чем может, так, скажем так, немножко нажись от этого и остальное все пойдет на дело, то есть на компьютер как раз там уже не такой уж и большой суммы не хватает. Вот. Ну, и делимся, конечно же, почему вот столько апсетов на каждый кварт. И вообще, друзья, может, вы смотрели все поединки, расскажите, где, в каких боях еще, возможно, были апсеты, уже ничему не уделюсь. Ну, а на этом все, друзья, будем прощаться, до новых встреч.